Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! На ютубе я хотел бы сказать, что по милости Господней я буду стараться каждую субботу вечер и каждую пятницу вечер выходить в прямую трансляцию, выходить в эфир. Я напомню, что время мое на межконфессиональном христианском телевидении в интернете теперь суббота с 17 до 18 по московскому времени, а по четвергам с 18 до 19 также по московскому времени. Дорогие друзья, братья и сестры, вы можете также рекомендовать эту видеопрограмму своим друзьям. Я надеюсь, что многие православные христиане, многие христиане других динаминаций конфессий, которым не все равно, что совершается с ним в православии, которые тем, кто молится за реформацию православной церкви, будут подключаться. Я стараюсь сделать записи всех этих программ. В общем-то, ставил я дополнительную еще камеру для видеозаписи, видеокамеру и в субботу вечером, и сегодня, в четверг вечером я ставил эту видеокамеру. И постараюсь ставить эту камеру теперь постоянно, чтобы записывать все это, эти часовые программы, и постараюсь их выставлять здесь, на ютубе, на странице Бишоп Журавлев и также в социальных сетях. Потому как реформация начинается с информации, и очень важно многим православным христианам сегодня узнать о реформаторском православном движении поподробнее, узнать о том, что происходит сегодня. В реформаторском православном движении, в православном обновленчестве, потому как сегодня, я верю, господин Жатвы вышли от своих делателей на великую Жатву в последнем времени. И, дорогие друзья, вот скоро на днях уже я еду на служение в город Одессу, в Одесскую Народную Церковь Христианскую. Буду проповедовать 25 марта, воскресенье, и проводить буду семинар 1, 2, это будет 25, 26, 27 марта, всего 2012 года. А с 1 апреля я буду в городе Николаеве. И потому, если вы проживаете в городе Николаеве, или же будете с 1 апреля по 15 апреля будете в городе Николаеве, то я вас приглашаю на открытые вот эти служения, богослужения, и также на семинар, который я буду проводить, двухнедельный семинар в городе Николаеве. Да, друзья мои, я думаю, что как раз темой и в Одессе моего служения в последнем воскресенье марта, 25 марта, уже скоро, через 10 дней получается, а также и темой моего семинара как раз в городе Николаеве, предпасхальном семинаре, пасхальном семинаре, будет именно как раз реформация православной церкви и вообще реформация мирового христианства. И тема программ, вот этих, которые я начал вот с прошлого раза, с прошлой субботы, бывшей, значит, 10 марта и вот сегодня, четверг, это реформация православия и христианства, реформация вчера, сегодня и завтра. И я собираюсь говорить довольно много об истории реформации, об истории реформации, как в католицизме, так и в православии, в протестантизме. История уже пятистолетий реформации, это очень важная история. Предыстория, провиденциальная такая предыстория Америки, провиденциальная предыстория реформации. И, в общем-то, говоря о реформации православной церкви, я буду говорить об обновленчестве 20-х годов, буду говорить и о более древней истории реформации православия, это и тот же самый патриарх Кирилл Лукарис и многие движения православной церкви, внутри православной церкви. Я буду говорить об антисметизме и об освобождении православия от этого зла, и даже фоном этих своих выступлений последних я взял и трансляции прямых, я взял именно флаг Израиля, который вы видите сейчас сзади меня, и талиты, еврейские молитвенные покрывала, которые часто использую я в молитвенной своей практике, как частной, так и церковной, общественной. Слава Богу, дорогие друзья! И хочу пожелать вам всего доброго, хочу благословить вас именем Иисуса Христа, молитесь о реформации православной церкви, молитесь, пожалуйста, об православном обновленческом движении, и я думаю, что сегодня пришло время на самом деле великой реформации последнего этого нашего времени. Слава Господу Богу всемогущему! Дорогие друзья, до встречи на земле и на небесах! Шалом вам, мир вам! И благоставляем вас благословением Аарона вам! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа! Аминь! До встречи! С Богом! Благословением вам, друзья!